Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Как россияне решают трудовые споры. Отстранение от работы за отказ от вакцинации. Как часто россияне подают в суд на работодателей? Журнал Тиньков озадачился этим вопросом и опубликовал статистику за 2020 год. Итак, в 2020 году через российские суды прошло около 230 тысяч трудовых споров. 76% таких исков было связано с невыплаченной зарплатой. И в 86% из них суд удовлетворил требования работников. Примерно поровну подано исков на возмещение ущерба и восстановление на работе. И если по ущербу суд встает на сторону работников в 78% случаев, то по вопросу восстановления более половины решений в пользу работодателей. И можно было бы порадоваться, что в большинстве трудовых споров суды встают на сторону работников. Только вот тот же журнал приводит данные опросов в ЦИОМа, согласно которым при возникновении проблем на работе, в суд обращаются только 6% граждан. Почему так происходит? Причин масса. И основная из них – это незнание трудового законодательства. Среди наших слушателей, мы надеемся, большинство уже не только осознает свои коренные интересы, но и знает, как защитить свои права. А тех, кто еще не изучал Трудовой кодекс, мы решительно призываем это сделать. Поверьте, эти знания просто необходимы сегодня каждому работнику, ведь мировой капиталистический кризис заставляет работодателей закручивать гайки все сильнее. Условия труда ухудшаются, индексация заработной платы не проводится, либо проводится в гораздо меньшем размере, чем инфляция. Рабочее время увеличивается, а буржуазное трудовое законодательство дает прекрасный ответ на вопрос, что делать. Даже несколько ответов. Решать проблемы на работе можно не только через буржуазный суд, хотя и такой вариант возможен. Гораздо более эффективными являются коллективные действия работников по защите своих интересов. Это и заключение прогрессивного коллективного договора, реально улучшающего положение работников. И, самое действенное, приостановка работы при задержке выплаты зарплаты на срок более 15 дней. Суд – дело долгое, а удар по кошельку капиталиста через остановку работы здесь и сейчас действует гораздо быстрее и эффективнее. Работодатели получили право отстранять от работы тех сотрудников, которые отказываются делать прививку от коронавируса. И, многие из вас, товарищи, слушатели уже столкнулись с этим. Мы намеренно не рассматриваем вопрос о нужности или ненужности прививки от коронавируса, а также о качестве и эффективности вакцин. Мы хотим обратить внимание на другое – на процедуру отстранения от работы в случае отказа от прививки. Итак, если вы сами или ваши знакомые и родные по каким-то причинам решили не прививаться, нужно знать следующее – отстранение от работы будет законно только в том случае, когда работник отказался вакцинироваться без уважительной причины. При этом условия об отстранении от работы за безосновательный отказ от прививки работодатель должен прописать в правилах внутреннего трудового распорядка, что следует из статей 189 и 190 ТК РФ. Отстранение будет законным, если своим локальным актом работодатель пропишет порядок отстранения сотрудника в случае отказа от вакцинации. Если такая мера локальным нормативным актом не предусмотрена, отстранение незаконно. Также важно понимать, что в подавляющем большинстве дел районные суды признают отстранение законным, пусть практика пока немногочисленна. Логика судов, которую приводит журнал «Кадровое дело» такова. Прививка против коронавируса есть в календаре профилактических прививок по эпид-показаниям. Если главный врач региона постановил вакцинировать отдельные группы граждан по эпид-показаниям, прививка становится для них обязательной. И если у работника нет медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Но не более того. Работодатель не вправе применять никакие иные санкции к работнику, отказавшемуся делать прививку. Уволить по данному основанию нельзя. Сделать выговор тоже, не говоря уже о штрафах. Товарищи слушатели, берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Не тратьте время и силы на споры про вакцинацию, особенно на работе. Лучше объединяйте усилия и требуйте от администрации выполнения мер по противодействию эпидемии. Предоставление оплачиваемых выходных после прививки, прекращение переработок и работы в выходные дни, сокращение рабочего времени с сохранением заработной платы, обеспечение нормальной вентиляции во всех помещениях, обеспечение средствами дезинфекции и защиты всех работников в необходимом объеме полноценных медицинских осмотров. Действуйте, товарищи, против воли целого коллектива нет приемов, так что все в ваших руках. Новости читал Денис Мозговой. С коммунистическим приветом из города Ленинград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова